14 июня в мире отмечают День Донора. Это дата в честь людей, которые регулярно сдают кровь ради спасения чьей-то жизни. Сегодня к акции присоединились спасатели и медики. Подробности в следующем сюжете. Все отлично. Заполняем эту табличку по коронавирусу. Пишем с вами для инициалы сколько лет. Кровь вашу будем проверять на ВИЧ, гепатит Б, гепатит С, сифилизм. 13 спасателей пришли в больницу как доноры. Говорят, всегда стараются помогать людям. Даже когда никого не надо вытаскивать из горящего дома. Например, я напротив двух с половиной лет, каждые три месяца я иду сдавать кровь. Если это есть сбор, все идем, то я иду со всеми. Если нет, я иду сама сдавать. У нас много таких рятувальников, которые ходят сдавать кровь. Мы все рятувальники, но есть те, которые постоянно идут в огонь, идут на пожаре, выезжают на разные надзвичайные события. А есть те, какие там инспекторы, работники кадров, работники бухгалтерии, которые не выезжают на такие надзвичайные события, но они все равно рятувальники. Если есть возможность помогать и вырятовать кому-то жизнь, то мы обязательно не используем их. С начала года Одесский областной центр переливания крови принял уже более 10 тысяч донаций. А вот то, что у нас 10 тысяч донаций, 2,5 тысячи, 3, все на дужа рада и мы нарастили, это постоянные доноры, которые приходят по 2-3 раза в год. Сейчас все на добровольной основе. В основном приходят молодые люди, в основном имеют средний, высший уровень освіти. День донора – праздник в честь людей, которые регулярно сдают кровь ради того, чтобы спасти чью-то жизнь. Кроме сотрудников ГСЧС, к акции присоединились и 60 медиков из городской клинической больницы номер 11, а также волонтеры организации «100% жизни». Врачи признаются, Одессе катастрофически не хватает доноров, поэтому они пытаются популяризировать эту инициативу с помощью флешмоба. Желающий сдать кровь может быть каждым. Это человек с 18 до 60 лет, который желает помочь людям. Такая акция, конечно, проводится уже третий год. Это было решение принято всеми совместно для того, чтобы люди приходили, сдавали кровь, понимали, как это важно, потому что каждая капля крови – это чья-то спасенная жизнь. Все хорошо, все отлично, чувствую комфортно. Я заранее собрала все правила, что надо кушать, чего нельзя, ни таблетки, ни… Это и чувствую себя отлично. Сдать кровь можно не чаще, чем раз в два месяца. Кроме того, перед донацией необходимо воздерживаться от некоторых соблазнов. С вечера не можно вживать жирную ежу, алкоголь, заборонено поление за час до донорства и час після донорства. Не могут вставать люди, которые перехворили недавно, значит, ковид месяц должен пройти. Потом там ОРВИ тиждень, после вакцинации десь тиждень мают пройти. Присоединиться к акции ко дню донора может любой здоровый человек без хронических заболеваний, который прошел обследование и не принимал антибиотики. Процедура быстрая и безболезненная.